дорогие друзья сегодня у нас внеплановое занятие не в смысле времени его проведения смысле темы потому что действительно очень трудно не отреагировать на то что происходит сейчас то что происходит можно определить очень легко как торжество зла которое мы конечно надеемся победить но то что произошло в израиле минувший праздник это действительно такая вот такое торжество зла я не претендую на то чтобы дать объяснение и дать ясный ответ на тот вопрос который поставлен заголовки лекции я скорее как бы представлю то в самом деле отвечает на этот вопрос о существовании зла тонах я только скажу что интуитивно все мы на самом деле понимаем что такое зло свой это боль страдания будь то физическое будь то душевное хотя вокруг страдания во многих культурах нередко нередко возникает ореол святости но в целом мы понимаем что зло воспринимаемая человеком непосредственно это то что поражает поражает его самого поражает его близких поражает его народ поражает просто невинных людей это зло может быть инспирирована людьми это зло может каким-то образом происходить из как бы из каких-то природных катаклизмов она может быть точечным она может быть общим вот но мы в общем понимаем что это такое теперь для человека неверующего зло представляет собой проблему антологическую но не теологическую на как бы понятно что это плохо на что на что хотелось бы жить в таком мире в котором зла нет но как бы это в общем не нуждается ни в каком объяснении для человека верующего это проблема которая требует ответа свете представления о том что бог есть благая сила как только такое заявление делается тогда зло перерастает из антологической проблемы проблему теологическую она требует объяснения которое нередко превращается в теодицею попытку оправдать и объяснить противоречия между благостью бога и наличием в этом мире зла эта проблема возникла усиливается многократно когда речь идет о такой религии как иудаизм которая по характеру своему монотеистическая а потому бы за все в этом мире отвечает одна сила в этом смысле как бы политоистам дуалистам разных разных форм и культур на этот вопрос ответить легче потому что можно разделить ответственность между двумя разными силами говорить про борьбу между ними вот но когда речь идет о монотеистической религии это становится такой чрезвычайно острой проблемой которую не очень понятно как решить вот я представлю некоторые решения которые есть танахи немножко за его пределами за его пределы мы начинаем чтение книги берешит как раз вот в этот праздничный день который превратился в несчастье и трагедию читали первую главу гиберешит и это будет повторено в ближайшую субботу когда мы читаем этот рассказ у нас возникает рассказ о сотворении мир у нас возникает ощущение какой-то странной утопии идеального мира который явно не соответствует тому миру в котором мы живем потому что все время подчеркивается как некий рефрен повторяется то что все хорошо слово еврейское слово то хорошо добро является здесь неким ключевым термином это такой степени впоследствии волновало взглядов будущих комментаторов что они попытались вчитать в этот наш текст разными способами утверждение о том что этот мир не целиком хорош что в нем есть место тому что по крайней мере человек воспринимает как зло например известен мидра что я еще о том что когда бог оценивает все им сотворенное он говорит видит что все это очень хорошо не готовный отдых очень хорошо и и мидраж говорит здесь читайте ними от ама нас не хорошо смерть даже смерть которая в глазах людей человек правило является них некоторым ультимативным выражением зла даже это но есть добро есть другие способы другие попытки вчитать в этот текст некое несовершенство мира но сам текст первого рассказа не либо решит очевидно стремится подчеркнуть что мир сотворенный богом хорош и однако и однако есть некоторая трещина в этом идеальном мире эта трещина появляется на самом деле в самом начале я сейчас не занимаюсь подробным анализом этого рассказа сколько мы будем обращаться к разным текстом но как бы бросается в глаза начало где сказано что земля была тогу во богу как бы мы не переводили этот термин тьма над бездну и вот это тогу во богу тьма и бездна хоши дрон до некоторые субстанции про которые почему-то наш рассказ не говорит о том что они сотворены богом нас сотворение фактически начинается с третьего стиха где говорится сказал богу да будет свет и стал свет отворил ли бог тьму это непонятно потому что когда рассказывается про второй день и про третий день создание небесного свода создание суши используются вода об этой воде не говорится что она сотворена богом есть медраж гадический медраж в сборники горыши краба который говорит о том что сотворение миром богом можно подобить тому как царь строит свой дворец и строит он его на отбросах и на так сказать на мусоре что что это за мусор и отбросы ответ который дает мидраж именно вот этот пара ца это того во богу бы хоши хальпный дом то есть вот это тот фундамент на котором строится здание мир теперь мидраж на самом деле проникает здесь вглубь текста мы знаем о том что на всем древнем востоке какие образы как тьма и морская пучина воспринимались как субстанции противостоящие богу творцу в его деле созидание сотворения мира он должен выдержать с ними некую борьбу некую войну чтобы чтобы потом победит и сотворить этот мир ну если угодно опять же говоря о сегодняшнем дне чтобы каким-то образом построить нормальную человеческую жизнь думаю всем нам очевидно мы не знаем каким способом это можно сделать но очевидно нам всем что тот враг который нам противостоит должен быть полностью уничтожен иначе совершенно невозможно построить нечто устойчивое разумное и действительно доброе так вот возвращаясь к древнему востоку вот это представление о том что тьма и бездна являются символами зла и врагам бога это представление и в тонах тонахи тоже имеется она не появляется вторе и решит по крайней мере она появляется так сказать на периферии других текстах например в псалмах например книги его в некоторых пророческих текстах где говорится о том что бог перед тем как сотворить мир должен был разбить море и уничтожить чудовищ обитающих них эти чудовища это они не это врагам это это не им это морские змеи раков не очень понятно что за чудище разные другие создания эти создания упоминаются например некоторые из них упоминаются знаменитом в вавилонском эпосе о сотворении мира инума элиш когда наверху так что в нашем тексте как бы есть некоторое некоторый зазор намек на то что это зло существует на но предшествует сотворению мира теперь почему этот рассказ так настаивает на том что она предшествует сотворению мира настаивает конечно не говоря этого прямо что зло предшествует сотворению мира и что бог его не творит видимо под именно потому что наш рассказ или брюши хочет целиком и полностью отделить бога-творца от ответственности за существование зла он эту ответственность не несет потому что зло предвечно бог и зло сосуществовали до того что мир был сотворен а вот этому образу току ва богу ва хоших альпнеид гон противостоит руах элухиммерах мирахэфит альпнея гамайн дух божий ветер божий парит над водой это концепция каком-то смысле получает более такое ясное явное выражение в другой книги торы книги вайкра а вот не так давно мы отмечали постились судный день емкий пур люди говорили о том по крайней мере слышал не случится ли не дай бог подобное тому что произошло 50 лет назад в емкий пур это не случилось случилось несколько позже так вот читаю этот момент емкий пур текст из 16 главы книги вайкра где описывается служба переносном храме связанная с вот этим днем и в центре этой службы находится некоторое разделение разделение областей или власти можно сказать бросается жребий из два козла бросается жребий один предназначен всевышний богу а другой предназначен некоему существу которое называется азазел можно было много и долго говорить отдельно захочет задать потом вопрос на эту тему том что это за существует от азазел на эту тему есть различного рода споры но опять же исходя из известных нам временевосточного материала а также семантики самого имени очевидно что азазел это некий демон демон пустыни после пустыни является наземной презентацией подземного мира смысл имени азазел это сильный бог и опять же повторяю есть параллели у этого образа в ханаанской литературе в несопотамской литературе и вот в рассказе в описании этого судного дня говорится что тот козел на который падает жребий предназначающий его азазелу этот козел несет на себе всю нечистоту все грехи израиля которые накопились они относятся в пустыню с нарочным человеком и как бы отдаются этому азазел это описание можно было бы определить словами мидраша иль малеха давар коту и в шарле умро если бы это не было написано этого нельзя было бы сказать ну что из этого описания фактически следует об этом пишут уже классические комментаторы которые что как бы бог израиля бог творец не единственная сила в этом мире которая вершит его судьбу есть вот эта фигура азазела мы еще вернемся к этой фигуре чуть позже я просто хотел бы подчеркнуть что вот эта концепция разделения между богом-творцом и некой субстанцией которая символизирует зло которая существует отдельно от него и независимо она заявлена в том при этом надо иметь ввиду что тонах в целом порах частности дают не один а а разные ответы на вопрос о том каков источник зла рядом с эти как бы ответы на самом деле находится в состоянии полемики друг с другом тем словом их можно определить их отношения можно определить тем словом которое позже станет центральным термином культуры мудрецов мишны и толмуда и толмуда махлоки спор махлоки разделение так вот рядом с рассказом о сотворении мира с которого мы начали наш сегодняшний разговор из другой рассказ о сотворении мир опять же мы не будем сейчас заниматься подробным анализом взаимоотношений этих двух рассказов достаточно того что есть два рассказа которые по-разному совершенно освещают представление о том как был сотворен мир и по-разному подходит проблеме сотворения зла начать с того что в этом втором рассказе все начинается с утверждение что бог создает некая древо которая называется это да то вора тоже чего не доставало в первом рассказе сотворение мира терминара зло зло появляется здесь далее бог задумываяся судьбе человека говорит слово выражение пользуется выражением которое ровно противоположно тому которое было центральным в первом рассказе он говорит ле то ле то дам ли воду ле то не хорошо не добро а там том рассказе в первом было все время то 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 здесь ле то наконец здесь появляется некий антагонист и в отличие от азазела в описании службы йом кипура антагонист второго рассказа сотворение мира антагонист противостоящий богу и человеку на хаш бракует на опять же подчеркнуть что вообще образ змея является так или иначе образом который связывается с понятием зла первом рассказе упоминается то не ним обитатели моря а здесь вот на хаш и вот этот на хаш по поводу него сказано что он был сотворен богом кем бы ни был этот на хаш какую бы роль он здесь не сыграл этом рассказе соблазнил первую человеческую пару нарушить подстряхнул нарушить первый указ бога и преуспел в этом но ведь он сам создан бога и равно как и древо познания добра и зла этого же змея он мог бы создать некий так сказать вегетарианскими которым все хорошо в котором нет соблазна и в этом смысле мы могли бы в праве задать вопрос если бог благой бог не хотел чтобы зло существовало в мире он мог бы не создавать этих субстанций древо познания добра и зла этого же змея он мог бы создать некий так сказать вегетарианский мир в котором все хорошо в котором нет соблазна в котором нет греха а как бы этот рассказ второй рассказ о сотворении мира он подчеркивает что неким двигателем человеческой истории а позже это будет названо таким термином спор шиба иса ферментом ферментом который движет человеческую историю это вот это как бы склонность греху склонность к соблазну и это тот эксперимент который производит сам бог ничто не мешало богу как бы отказаться от этого потом как бы происходит некоторое что называется как бы это определить внешний внешний внешнее выражение греха вот этот самый змей сыграв свою роль отступает на второй план и грех как бы и склонность греху склонность козлу оказывается внутри человека в рассказе о потопе рассказе о потопе говорится очень ясно и четко искали и увидел бог что велико зло человека на земле и всякое его побуждение его мысли мысли сердца его зло во всякое время на человек склонен козлу то есть зло становится каким-то имманентным человеческим фактором человеческой и которую однако же человек может преодолеть кори это очень четко подчеркивается принцип преодоления внутреннего зла и принцип согласно которому это принцип который будет положен в основу религиозного мировоззрения на века у человека есть свобода выбрать между добром и злом книги говорим тоже мы недавно это читали говорится очень четко вот я предлагаю тебе два пути добро и зло жизнь и смерть выбери жизнь а ты можешь выбрать как бы человек несет в себе некий потенциал греха зла в глазах бога но он может это преодолеть но так или иначе источник зла в рамках вот этой перспективы оказывается действительно сосредоточен внутри человека как бы не но при этом опять же подчеркну что при том что внутри человека он инспирирован фактически самим богом потому что так бог человека он поставил его в такое положение в такую ситуацию кстати в скобках отмечу змей никуда не исчез мы видим например в пророчестве знаменитом пророчестве и шая у сына амоца о храме небесном храме видение где трон бога окружают некий сарафим да которые по-русски переведены перешли в русский язык как серафимы и представляли представляются такими милыми ангелами во время как мы знаем что сарафим это никто иной как огненный змей которые окружают трон бога и это как бы ну если пользоваться каббалистической терминологией это некоторая сторона божественного управления миром из которой исходит зло а то что называется некоторых каббалистических текстах ситра ахра другая сторона теперь далее 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 есть еще один как бы подход который мы находим в танахе и который развивается и дальше который снова апеллирует к разделению властей этот подход опирается на значительность части степени опирается на рассказ который как раз завершает тот недельный раздел который мы будем читать ближайшую субботу это раздел это рассказ о так о том как сыновья божьи брали себе в жены дочерей человеческих что вызвало недовольство бога и он ограничил возраст человека ста двадцатью годами с тем чтобы лишить его возможности жить вечно вот эти сыновья божьи которые являются в танахе в разных местах и в разных ипостасях иногда как просто ангельский хор словословящий бога сотворившего мир иногда же эти сыновья божьи превращаются в некоторый образ тех кто творит зло теперь источники самого термина сыновья божьи прозрачен это вполне языческое представление о божественном пантеоне есть божественная семья бог отец бог мать их дети и вот эти дети есть это известно нам хорошо из разных опять же древневосточных и греческих тоже текстов а в танахе повторяю есть несколько текстов которые позиционируют этих сыновей божьих как источник зла на земле один из этих текстов это псалом восемьдесят второй псалом в котором говорится о том что бог судит среди богов которые далее называются бней ильон то есть сыновья всевышнего которые и все вместе они действительно осуществляют некий играют роль неких верховных судей также точно как царь наземный представитель божественной власти вершит верховный суд на земле так вот это божественная община вершит верховный суд находясь в небесах и то ли от имени бога то ли от имени самого псаломопевца им бросается обвинение доколе вы будете судить кривды и лицеприятствовать злодеем они вот эти сыновья божьи не понимают того что они ходят во тьме и от этого сокрушаются основы земли и поэтому бог наказывает их в этом псалме лишая их вот этого статуса сыновей всевышнего божественного статуса и говорит о том что они умрут как люди во время как богу богу бросается призыв кума элогим шовта арыцки ататин хальбо холёгоин восстань же бог суди всю землю ибо ты будешь наследовать все народы все народы земли должны быть под твоим под твоей властью здесь на самом деле заложен целый миф о разделении народов между разными божественными фигурами но это отдельно важно подчеркнуть что вот в этом псалме один из текстов который в танахи который так это изображает источник зла находится среди вот этих сыновей божьих эта идея была впоследствии подхвачена очень сильно в эпоху второго храма некоторые считают что здесь сыграл свою роль персидский дуализм который действительно имеет место в той или иной степени в религии зороастризма но нас сейчас интересует другое что вот этот рассказ о сыновьях божьих был как бы развит некую историю мифологическую историю о восстании и падении ангелов среди которых между прочим упоминается мне по некоторым версиям наш знакомый Азазел и вот эти ангелы не просто берут себе земных жен но они учат людей злу это зло по-разному описывать например Азазел учит людей делать мечи и ножи и щиты и панцири то есть как бы учит их воевать во всяком случае текст на который я сейчас из которого я сейчас цитирую это так называемая книга ханоха или первая книга ханоха которая дошла до нас на языке гез языке эфиопской церкви но она была на этот язык переведена с греческого а на греческий опять же была переведена судя по всему с арамейского языка фрагменты этого текста дошли на нас в Кумране и там как бы очень ясно подчеркивается что вот эти падшие ангелы и есть причина существования зла на земле они научили людей совершать зло вообще повторяю вот в эпоху второго храма как бы дуализм действительно развивается очень сильно говорится о наличии разных духов это и в книге ханоха и в книгах в книге завещания патриархов подчеркивается что мир создан и в книге юбилеев подчеркивается что мир создан таким образом что существуют духи света и духи тьмы духи чистоты и духи нечистоты и они как бы борются за сердца людей вспоминаются слова достоинства здесь бог сделал борется и поле битвы сердца человека вот как бы эти духи эти ангелы они борются друг с другом в кумране это приобретает даже такую эсхатологическую форму о некоем будущем будущей войне которая свершится в конце времен между сынами света и сынами тьмы и эта война будет вестись как на земле так и на небесах во главе сынов света на небесах будет ангел михаэл михаэль михаил а во главе сынов тьмы будет некая фигура которая называется словом велиал блияль термин который в канахе имеет значение нарицательное это обозначение некой неких отрицательных черт человеческих но это как бы вот в уху второго храма становится персоной образ другая персона которую в этой связи можно упомянуть это сатан который тоже начинает постепенно занимать место это некоторой персоны которая по крайней мере частично но отвечает за существование зла в мире в трех местах в четырех на самом деле местах в танахе мы находим сатана вот в такой роли это книга иова это книга пророка захарий это книга деврея мим и это один из поздних псалмов и во всех них сатан выступает как тот который подстрекает человека совершать зло или испытывает его на прочность как книгиова где как бы проверяется насколько человек может оказавшись в совершенно безумном состоянии страшного страдания устоять своей бы я хотел бы обратить внимание на то что есть еще одна линия в танахе которая опять же пытается найти некий автономный источник зла это эту линию можно условно назвать условно назвать исторической или национальными когда образом врага и символом зла становится некий народ бог борется уже не с мифическими фигурами моря моря морские змеи и так далее а бог борется с некими народами кто эти народы ну например это египет потопление египтян в море такой символический акт который несет себе мифическое начало да вот как в исходном мифе бог побеждает моря так здесь он побеждает и топит исторического врага египтян на море другим таким образом разумеется является образ амалека народа атаковавшего израиль момент исхода из египта и с которым бог которому бог объявляет вечную войну вплоть до того что требуется стереть его память из поднебесной согласно книги шимот это война самого бога согласно книги говорим это должен сделать израиль оба текста читаются в связи с праздником пурим потому что амалек это один из тех образов которые переросли свое время кочевой народ живший в ханаане и видимо совершавший набеги на оседлое население что-то наподобие славянских печенегов этот народ превращается постепенно в символ зла и лишается каких-то четких этнических черт мы видим что аман в еврейской традиции аман агаги из книги эстер аман казалось бы персидские вельможа в медраше превращается в потомка амалека и дальше это движется по нарастающей как бы постепенно еврейская традиция приходит к мысли о том что всякий всякая человеческая общность всякий народ который который ненавидит ненавидит израиль и пытается уничтожить его есть амалек поэтому скажем в двадцатом столетии рабы севдов соловейчик называл нацистскую германию амалек амалек я думаю что мы с полным правом можем воспользоваться этим термином в отношении к тем безжалостным врагам с которыми нам приходится иметь дело сегодня с исламским террором всех мастей а вполне можно назвать это воплощением зла амалек есть еще некоторые народы танахи которые тоже становятся такого рода символом хотя более сложным сейчас времени слишком сильно в это вдаваться но такими народами являются медьян и главным образом эдом на более поздних стадиях эдом сам эдом становится тоже символом зла и тоже перерастает свои этнические и временные рамки потому что эдом воспринимается как христианская цивилизация средневековья пытающаяся так или иначе уничтожить народ Израиля теперь мы подходим подходим как бы к тому кто антитезе можно сказать которая тем решением вопросов танахи которые мы видели до сих пор ну может быть за исключением второго рассказа книги решит там зло как бы опосредованно можно сказать исходит от бога но не напрямую а так все те ответы которые мы находили это автономные силы которые пытались противостоять богу будь то какие-то мифические образы морской пучины будь то сыновья божьи будь то те или иные народы но есть по крайней мере два текста танахи которые идут в своем монотеизме до конца один из этих текстов это текст находящийся в книге пророка Исаии Шаяу текст созданный в эпоху возвращения из вавилона персидского плена и этот текст гласит следующий говорит следующее это сорок пятая глава книги Исаиял бог представляет самого себя и говорит и говорит я господь нет другого кроме меня и все должны от края до края земли знать что нет никого кроме меня я господь сотворяющий создающий свет и творящий тьму делающий мир и творящий зло я господь делающие все это значит этот раз эти слова звучат как прямая полемика с тем что мы читали в первой главе книги бариши где подчеркнул подчеркивалась пусть имплицитно пусть не напрямую что бог не творил тьму не творил зло здесь же пророк позиционирует бога как единственную силу существовав существующую в мире от которой зависит существование как добра так и зла в этом мире никакой другой силы нет я один говорит он на это как бы такой монотеизм доведенный до предельной за счет конечно идеи благости бога а другой такой текст это экс гиова является образ сатана но этот образ появляется только в прозаической части иова где рассказывается о праведном человеке по имени иов который был подвергнут испытанию а внутренняя основная часть книги иова так не часть которая является включая себя поэтические речи и точкой экстремума которой является диалог между героем иовом и богом это часть представляет совершенно иное представление об источнике зла в мире ибо иов обращается к богу и требует от него объяснить почему и за что он страдает будучи невинным а если он виновен то пусть бог объявит ему эту вину бог же в ответ иову не объясняет ему ни его вины и не говорит о том что иов наказан справедливо или несправедливо страдает он говорит апеллирует только к одному к тезису о том что он есть творец мира единственный с которым никто не может соперничать и поэтому будучи творцом мира он решает кому страдать и кому нет какая довольно жесткая если не сказать жестокая концепция которая тоже доводит как бы идею о единственном источнике как добра так и зла в этом мире до некой точки экстрем есть конечно тонахи еще один текст но он стоит особняком не похож ни на что другое это текст книги который мы разбирали на прошлом занятии и который смотрит на все сквозь призму некого философского пессимизма ибо коэлит говорит вот как мидраж по поводу книги берешит сказал не читайте то в меода читайте то в мод не очень хорошо а хороша смерть так коэлит говорит жизнь есть зло вот такого таксюмором жизнь он по-разному это объясняет все проявления жизни если всмотреться в них очень пристально есть зло потому что в конечном счете это жизнь ведет к смерти и все удовольствия все радости приходящие это такое вот представление философского пессимизма коэлити оно повторяю как бы ни с чем не сравнимо в Танахе в целом когда касается проблемы существования зла не дерзает даже ее сказать что жизнь есть зло потому что в конечном счете Танахе несмотря на как бы понимание самой проблемы наличие зла в мире все-таки убежден в глубине большинство текстов фанатических выражают убеждения что сотворение мило а значит и жизнь было актом добра коэлит в этом смысле является общим исключением я завершая наш разговор хочу выйти чуть-чуть за пределы Танаха буквально в нескольких словах обрисовать развитие всех этих вещей в будущей еврейской традиции и здесь можно противопоставить друг другу два полюса один полюс философский другой полюс мистический каббалистический философский полюс который как бы доходит до своего до своей вершины в творчестве рамбама маймонида представляет нам концепцию согласно которой никаких других сил кроме бога в этом мире нет никто ему противостоять не может он единственный источник всего а что касается зла то рамбам по следам аристотеля решает эту проблему следующим образом говорит о том что зло в известном смысле есть некое те кто считает что зло есть самостоятельная субстанция ошибаются зло есть отсутствие добра и зло может быть исходить из трех компонентов состоять из трех компонентов исходить из трех рождаться из трех источников во-первых тот факт что мир сотворенный богом не вечен а истлевает это есть зло в глазах человека во-вторых сами люди говорит рамбам в муреновухим причиняет друг другу зло на как бы а причиняют они друг другу зло потому что не следует зову разума и наконец есть зло которое человек причиняет самому себе и это и это зло есть следствие того что человек опять же не не руководствуется разумом а идет след за своими инстинктами это рамба а с другой стороны есть полюс который повторяю представлен мистической традиции и в основе этого полюса лежит представление о том что есть некая самостоятельная субстанция которая воплощает в себе зло это самостоятельная субстанция находится имеет своим источником небесную структуру потому что как бы сам бог это некий организм составленный из различных состоящий из различных частей то что рамбом принять в принципе не мог и как бы есть два полюса внутри самого бога есть то что называется медат арахамим медат один мера суда и она в известном смысле и представляет собой источник зла в мире ситра ахра другая левая сторона и это вполне реальная субстанция которая имеет вполне реальное проявление в жизни я как бы подытоживая перед тем как дать вам возможность что-то сказать или задать вопросы еще раз подчеркну я не пытался дать ответ на вопрос почему существует зло это невозможно и не в силах человека я пытался только сказать как еврейская религия еврейская традиция пытается ответить на этот вопрос повторяю мы все интуитивно прекрасно понимаем что такое зло и столкнулись сейчас с таким вот взрывом этого зла так примерно как это описывает книга решить в рассказе о потопе изма один из этих стихов мы читали цитировали если другой стих который начинает следующий недельный раздел ватишахе и и развратилась земля перед богами наполнилась земля насилием сейчас это звучит особо угрожающий именно вследствие вот этой переклички фонетической между ивритским словом хамас насилия и той страшной людоедской организации которая 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 обрушила на нас на наш народ на нашу страну несчастье и горе мне хочется закончить свое краткое выступление словами которые которые принадлежат вовсе не еврейскому писателю философу не еврейский источник это слова принадлежащие французскому писателю двадцатого века писателю философу Альберу Камю который написал роман о зле и о борьбе со злом роман который называется чума и опять же я не буду сейчас вникать прототип этой чумы но он достаточно ясен он имеет ввиду в первую очередь нацистскую германию но он говорит как бы о природе зла такими словами от имени одного из героев говорит если бы он верил во всемогущего бога он бросил бы лечить больных и передал бы их в руки господни но дело в том что ни один человек на всем свете который верит что верит не верит в такого бога и поскольку никто полностью не полагается на его волю и поэтому на человеке лежит обязанность бороться против зла установленного этим миропорядком и говорит он еще более жесткие слова раз порядок вещей определяется смертью может быть для господа бога вообще лучше чтобы в него не верили и всеми силами боролись против смерти не поднимая глаза глаз к небесам где он так упорно молчит и когда ему говорят что чума даже какие-то победы над чумой были и будут только приходящими этот герой говорит я знаю что так будет но это еще не довод чтобы бросать борьбу хотя эти слова сказаны атеистов я бы перефразируя их сказал бы так и верующий человек понимает глубине души что борьба со злом возложена богом на плечи самого человека и бог в такие минуты по крайней мере у нас возникает ощущение что в такие минуты во время таких событий он действительно упорно молчит может это молчание и приглашает человека к тому чтобы он вступил в борьбу и мне хочется видим что и наш народ и в других местах на земле сейчас силы добра ведут борьбу против силы зла это не какие-то мифические образы это реальные люди в нашем случае это солдаты обороны армии обороны израиля граждане которые пытаются защитить защищать жизнь свою и своих близких и хочется надеяться что это борьба завершится реальной победы потому что опять же повторяю без того чтобы окончательно сломить это насилие хамас невозможно построить никакое устойчивое здание в основу которого положено добро вот этой надеждой на поражение зла в нашем мире я и хочу закончить свои сегодняшнее выступление и все кто хочет что-то сказать задать вопрос приглашается сейчас может ли быть так можно трактовать так что ну ты уже говорил это что зло это один из способов управления миром значит зло дано для того чтобы люди человек люди народы проснулись и поняли что нужно каким образом бог может учить людей вот один из способов научения людей это зло которое в общем мы не понимаем для нас это очень тяжело для этого у нас очень ну трудно это трагедия это все проще но бог смотрит в какой-то отдаленной перспективе вперед у него есть свои какие-то определенные понятия о научении ну и в таком случае добро можно сказать это зло это можно сказать что добро смотрите саша это так действительно это в ком-то смысле видит и рандом я должен обратить ваше внимание на следующее что в той же книге иова бог находится как бы на перекрестке между двумя силами между прокурором и адвокатом прокурором выступает сам его который обвиняет богом несправедливости а адвокатами выступают его друзья которые говорят о том что его в богохульстве и в конце книги бог неожиданным образом тот самый бог который сказал что только у творца есть право определять что благо что зло внезапно говорит что друзья эти должны просить у иова чтобы он молился за них потому что гнев его сгорелся на этих друзей ибо и вот здесь как бы основные слова ибо вы не говорили обо мне правдиво как это делал араб то есть получается что по крайней мере с точки зрения этого текста человек на самом деле вряд ли имеет право сказать что зло осмысленно по двум причинам если он говорит что зло осмысленно сам от этого зла не страдая тогда получается что он пренебрегает страданиям людей а если он говорит что зло осмысленно испытывая свое собственное страдание то по крайней мере опять же с точки зрения этого текста он не может говорить правду потому что когда человеку больно когда он страдает он не может это оправдать впоследствии там скажем другой текст текст мишни утверждает обратно говорит что человек должен благословлять бога как за то благо которое ему дарует так и за те беды и за то зло которое его постигает это в мишне его например это иначе то есть я опять же не могу сказать что вот этот тезис который вы высказали он всеми однозначно принимается некоторыми да некоторыми он однозначно отвергается еще вопросы замечания кто-то что-то хочет высказать я хочу пожалуйста да конечно скажите пожалуйста вот зачем нужна вот эта идея вообще ну вот эта идея что бог это добро потому что это это очень противоречит тому что он справедливость и на самом деле то есть если человек например прыгает шестнадцатого этажа да можно сказать это бог не справедлив что он его разбил ну то есть вот понимаете и вот это так я вижу когда нам объясняют что мы должны благодарить Всевышнего за то что он нам дает даже страдания и так далее это вот вот из этой серии мы прыгнули с шестнадцатого этажа нас Всевышний наказал и мы должны быть благодарны за то что он нам дал добро вместо того чтобы выучить как бы ну вы поняли я понял надеюсь хотя человек когда прыгает с шестнадцатого этажа он делает это по своей воле на то что он падает с шестнадцатого этажа вот но так или иначе есть например гностиков такое было мистическое течение в начале первые века новой эры представление о злом боге который противостоит доброму богу и бог творец воспринимается в гностическом учении как злой бог но если мы говорим о еврейской традиции то я повторю как бы сам акт сотворения мира и дарования жизни воспринимается как акт блага и в этой ситуации бог выступает как благосила справедливость кстати не противоречит этой благости наоборот в танахе справедливость идет рядом с благостью более поздние времена действительно эти понятия были разнесены и вот в том же мистическом учении в кабале это две разные ипостаси божественного но изначально это совершенно не обязательно так наоборот справедливый суд обозначает добро в тот момент как бы если исходить из идеи о том что сотворенный богом мир сотворение богом мира было благим деянием сотворение жизни было благим деянием подарком данным богом живым существом вообще и человеку в частности возникает потребность объяснить почему этот мир сотворенный во благе включает в себя очевидное зло которое на интуитивном уровне опять же повторю это боль и страдание и человек ищет ответы на этот вопрос это вполне естественно люди ищут ответы на этот вопрос вы не поняли это не это неправильно поставленный вопрос то есть сначала человек как бы определяет что бог это добро потом он видит что от бога исходит и он ищет ответа на вопрос а почему бог который добро а почему надо определить бога как добро вот именно в этом вопрос по всей видимости потому что верить во первых то что есть у мира творец а во вторых что этот творец возложил на человека определенную миссию которую тот исполняет в процессе своей жизни вот это эти две составляющие меры требуют представления о том что бог добр потому что служить злому богу это уже некоторое извращение не надо не надо крайности не надо злого или доброго противого противого зачем нужно добрый или злой смотрите вы апеллируете терминами которые могут существуют имеют право на существование но факт заключается в том что человеческая культура человеческая цивилизация в разных ее проявлениях постоянно апеллирует терминами добро и зло потому что это как бы некоторые базисные экзистенциальные термины необходимые для самосознания человека да понятное дело что видимо животные например они как бы для них это какие-то непостижимые категории человеку свойственно именно в этих категориях осмысливают происходящее вокруг него не только в категориях наказания или наоборот награды справедливости или несправедливости как бы требуются какие-то более общие категории точно так же как человек апеллирует категориям истины и лжи как он апеллирует категориям добра и зла нацена несомненно тоже ну совершенно непонятно потому что теряется логика то есть если мы говорим что есть добро и есть зло есть страдания и skelet и потом мы говорим что страдания и смерть мы должны понимать как добро толстеро Я не уверен в том, что мы должны понимать страдания и смерть как добро. Это вы сказали только. Я не сказал этого. Я наоборот подчеркнул, что в большинстве текстов, которые мы рассматривали, делалась попытка отделить Бога от ответственности за страдания и смерть. Есть тексты, которые ради того, чтобы утвердить единство Бога, жертвуют его благостью. Есть такие тексты. Но я не сказал, что страдания и смерть есть добро. Есть некоторые попытки довести это до такого абсурдного представления, что даже то, что я цитировал в начале. Медраж, который говорит, то в нот, хороша смерть, что все, что сотворено Богом, в том числе те условия жизни, в которых мы пребываем, древность и смертность этого мира, даже это добро. Но это на самом деле очень редкие заявления. А в основе лежит некоторая жизнеутверждающая концепция, что жизнь есть добро, а не смерть. Жизнь, которая не стремится к страданию. Есть ситуации, в которых человеку даже заповедано принять на себя страдания, если, скажем так, выражаясь современным языком, если альтернативой является потеря своего достоинства и своей совести. Есть ситуации, в которых еврейская традиция вставит это впереди самой жизни. То есть человек должен в определенных крайних, экстремальных ситуациях быть готовым пожертвовать своей жизнью. Это называется кедуша-шем, освящение Божьего имени. Но в целом, и это глубинное отличие наших представлений от представлений наших врагов, которые действительно освещают смерть и живут в известном смысле по принципу, чем хуже, тем лучше. То, что мы сейчас видим, то, что происходит у нас в стране, то, что происходило во время Шоа, это нам добрый Бог сделал, и мы должны ему быть благодарны. Нет, наоборот, наоборот. А кто это сделал? А вот кто это сделал, это, опять же, я не буду возвращаться ко всему тому, о чем мы говорили, были разные попытки ответа, кто это делает, в том числе ответы, исходившие от Бога. Но я должен отметить, что мало кто в сегодняшнем Израиле, в этом смысле, ну, как бы сказывается, конечно, и общегуманистическая направленность нового времени. Да, мало кто решается напрямую сказать, что, например, катастрофа – это есть некое орудие наказания. Тот, кто говорит это, обычно подвергается шквалу критики, в том числе среди верующих людей. В этом смысле порог, болевой порог древних текстов был менее высоким. Они могли сказать, что, например, такое событие, как разрушение храма и изгнание народа Израиля со своей земли – это наказание, которое Бог наслал за грехи. Сегодняшние люди с трудом могут воспринять такую идею и предпочитают оставаться в неизвестности, нежели принимать ее. И опять-таки приходят к тому, чем я кончил, что человек должен, даже не слыша прямого ответа Бога на вопрос о зле, делать все от него зависящее, чтобы это зло уничтожить. Спасибо. Пожалуйста. Есть кто-то еще, кто хочет что-то сказать или спросить перед тем, как мы завершим? У меня конкретный вопрос очень. Я думаю, это короткий был. Меня интересует, значит, вот Дубнея и Калакин, который упоминается в Борисе. Значит, я слышал такое толкование, что Ницца веду не сыновья Бога, а что это некая такая элита или такие сверхчеловеки Ниццевские какие-то. То есть группа людей, обладающих какими-то людьми, которые себя меняют, которым меня с ним все дозволено или что-то, понимаете. То есть таким силой, такие люди сильные, да, вот такие. Вот по сравнению с другими простыми людьми, и вот они их, этих дочерей берут, так сказать, без разбора. Я понял ваш вопрос, Эмиль. Да, такое объяснение существует, и оно имеет довольно долгую историю еврейской традиции. Я думаю, сейчас как бы это отдельная совершенно тема, но я думаю, что в общем это апологетическое объяснение. Да, потому что в тот момент, когда вы говорите, что это сыновья Божии в буквальном смысле, что это некоторые небесные образы, да, значит, вы как бы ступаете на некий скользкий путь. Вы чувствуете, что вы приближаетесь к какому-то языческому порогу язычества, где, так сказать, Бога окружает некий пантеон. Не говоря уже о том, что сам термин сыновья Божии, даже если понимать его метафорически, все-таки как бы несет в себе семантику некой биологии вот этого самого пантеона божественного. И это как бы подталкивало ряд комментаторов сказать, что нет, нет, имеется в виду действительно не какие-то божественные сущности, а это сильные мира сего. Так понимают это арамейские торгумы и в Медрошебе Решит Раба говорится о том, что Раби Шимон Бар Юхай говорил, что вот эти сыновья Божьи это сильные мира сего и проклинал всякого, кто говорит, что это действительно сыновья Бога в буквальном смысле. Кто же это такие, кого он проклинал? Это те, кто представлял альтернативную традицию толкования в иудаизме. Вот, например, в той же книге Ханоха, так это, в книге Юбилеев, так это, и в других, что вот это действительно согрешившие ангелы. В общем, то толкование, которое вы упомянули, существует, вот оно противостоит тому, о котором говорил я, и оно, видимо, вторично и по природе своей это некоторая апологетика. А может быть, вы знаете, когда пишется сэфер Тора, значит, признается благословление перед этим, то есть пишется как имя, здесь Илаким, или просто пишется как сила, то есть не понимается. В этом рассказе? Нет, вот, пишется, да, в этом месте, когда пишется так, пишется так, как это написано. Нет, не в этом дело, я немножко сэферстам, но вот именно этого момента я не знаю. То есть, перед тем, как пишут имя Всевышнего, да, необходимо произнести благословление. Да. Вот, перед этим, значит... Перед этим, и сколько мне интересно, перед этим не произносится. Нет, значит, это признано то, что это не имя, что это не сказать... Ну, окей, это экзогетическая традиция, да, исходит из этого, это верно. Да, ну, а остальное, тут можно, конечно, это все понять, как злоупотребление свободы, которое человек проходит, и, собственно, он свой виноват за всем зле, собственно, это его производство. Ну, опять же, это одна из тех линий, которые мы обсуждали, действительно, она, как бы, одна из центральных, на самом деле, линий в иудаизме. Человек – это некоторое, тот центр, в котором сходится борьба добра со злом. Человека есть то, что называют мудрецы Талмуда Ецархара, доброе и дурное начало. Вот, и они борются друг с другом, и человек... Ну, да, я понял, я просто хочу сказать, что перед тем, как появляется Авраам на сцене, да, то есть Всевышний, как бы, показывает различные злоупотребления этой свободы, начиная от Каина Авеля, и с третьего Вавилонской башни, и вот это, и так далее, и так далее. То есть он проводит человека через все варианты, пока, наконец, не появляется человек, который готов прислушиваться к Всевышнему и учиться, так сказать, делать добро, да? Вы правы. Да, спасибо большое, Эмиль. Есть еще кто-то, или мы завершаем на этом? Ну, если... Похоже, нет. Да, пожалуйста. Нет, Дим, я говорю, что похоже, нет. А, похоже, нет. Окей, хорошо, я завершу, опять же, надеждой, пожеланием, молитвой. Чтобы те, кто сейчас воюет со злом, как на юге, так и на севере Израиля, и в других местах, чтобы эти люди одержали победу, и чтобы мы могли чувствовать, что все не напрасно. Амин, Амин. Амин. Сообщение у нас, наверное, вот везде. Вау. Спасибо большое всем, и до следующей встречи. Я надеюсь, что на следующей встрече мы все-таки начнем уже ту тему, которая была заявлена, связанная с выходом за пределы Танаха и книгами маковейскими. Спасибо большое за это. Спасибо большое. Спасибо. Абдонат. Продолжение следует...